О главных новостях Украины и Мира узнаете в подробностях. В студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Беззащитные. Совет правосудия решает, как реагировать на угрозы оставить суды без охраны, нацполиции и нацгвардии. К чему пришли? Началось и закончилось. В Харькове суд приступил к рассмотрению, по сути, дела о смертельном ДТП. Почему заседание перенесли? Космические войны. Разведка США опасается, что Россия и Китай создадут оружие против спутников. Чем это может обернуться? И подруга, и преемник. Кого Ангела Меркель выдвинула в генеральные секретари Христианско-демократического союза? После отпуска в отставку мэра Одессы Геннадия Труханова, который больше месяца не появлялся на рабочем месте, могут отстранить от должности. Прокуроры САП направили соответствующее ходатайство в Соломенский райсуд столицы. Антикоррупционеры настаивают и на аресте имущества городского головы. Когда рассмотрят дело, пока неизвестно. Не получится у Труханова и в очередную командировку за рубеж слетать. Свой загранпаспорт ему пришлось сдать. Об этом заявил адвокат мэра Андрей Лысак. Напомню, с 26 декабря Труханов ушел в отпуск, а затем совершил несколько заграничных командировок. 14 февраля по приезду в Украину его задержали в аэропорту Борисполь сотрудники НАБУ и САП. По их данным, одесская мэрия купила здание завода «Краян» по завышенной в десятки раз цене. Суд отпустил на поруки Александра Федорченко. Это стрелок, который ранил полицейского. Об этом написал министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Фейсбуке. Напомню, 15 февраля возле Соломенского суда в Киеве, где избирали меру пресечения одесскому градоначальнику, произошла потасовка между националистами и правоохранителями. Один полицейский получил пулевое ранение. По мнению Авакова, суд решил, что стрельба по полицейскому не тяжкое преступление. И потребовал от Высшего совета правосудия немедленно отреагировать на действия судей. А от прокуратуры и апелляционного суда справедливого решения по этому делу. Он также заявил, что может предложить Кабмину снять охрану с судов. А глава нацполиции Сергей Князев заявил, что за последний год пострадали полторы тысячи полицейских, обеспечивая безопасность на массовых мероприятиях, в том числе при охране судов. И буквально с утра нацгвардейцы, охранявшие тот самый Шевченковский суд, который отпустил подозреваемого в ранении полицейского, покинули свой пост. Об этом сообщил глава Высшего совета правосудия на экстренном заседании. Члены совета собрались в срочном порядке, чтобы обсудить, что делать с охраной судов, к чему пришли в материале Богдана Вербицкого. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Шевченковский райсуд Киева лишился охраны. Спецподразделения Насгвардии с началом рабочего дня внезапно покинули вахту. Ветцы Национальной гвардии Украины, которые действуют охрану, залишили в помещении Шевченковского района судов города Киева без поведомления причин такого вчинка. Одна из возможных причин – приговор Шевченковского суда участнику радикальной организации, который во время стычек с полицией выстрелил в правоохранителя. В итоге полицейский на больничной койке, а виновный на свободе. В Высшем совете правосудия приговор не комментирует. А вот выходки радикалов, естественно, осуждают. Но осуждают в Совете правосудия действия нацгвардейцев, которые покинули пост. Весь день райсуд под присмотром, но не только северков, а кучки радикалов. На весь суд всего три нацгвардейца, да и то без средств защиты. Просто дежурная стража. На вопрос, вернутся ли коллеги, не отвечают. Без комментариев. Ближе к вечеру в пресс-службе суда сообщили, охрана вернется. Вот-вот появится. На данный момент питание, что до забеспечения суду охороной, вырешено. И наиближшим часом суд будет забеспечен належной охороной. Но после ситуации с Шевченковским судом, в Высшем совете правосудия заявили, министр внутренних дел оказывает давление на судебную систему. И обеспечить правопорядок – его прямая обязанность. Высшая Рада правосудия категорично не сприймает публичные заявки про отмогу от выполнения державной функции за обеспечение охороны судов, размещенной на официальном сайте министерства. Правда, охранять суды еще с 2017 года обязаны службы судебной охраны. Но создана она только на бумаге. В Высшем свете правосудия говорят – проблема с кадрами. Богдан Вербицкий, Юлия Жешко, Богдан Савруцкий. Подробности – телеканал «Интер». Судейский скандал в Черновцах. На взятки попался помощник одного из судей. За вознаграждение он помогал закрывать административные дела и, по его же словам, мог решить практически любой вопрос. Будут ли пересматривать вердикты после этого случая, выясняла Галина Якушко. Ездить за рулем под шафе безнаказанно можно. В Черновцах помощник в суде хозяйственного суда за деньги помогал избежать наказания за вождение в нетрезвом состоянии. Цена услуги в среднем – 500-700 долларов. Деньги брал на территории одной из церквей. Там его и задержали сотрудники военной прокуратуры. Сначала получил за один протокол 700 долларов, а за другой протокол получил 16 числа. Задержанный в судебной системе работает более 10 лет. Имеет связи в различных судах города и утверждал, что может договориться о решении любого вопроса. Будут ли после этого проверять решения судей? Этот вопрос сотрудников прокуратуры немного обескуражил. Задержанному уже избрали меру пресечения. Два месяца ареста с возможностью внесения залога в размере 70 тысяч гривен. Сейчас он находится в следственном изоляторе. За получение неправомерной выгоды и влияние на должностных лиц решали грозит до 8 лет тюрьмы. Галина Якушко, Юрий Голубинко, Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. 19 тысяч евро на чартер. Нардеп Вадим Рабинович, который постоянно утверждает, что у него за душой ни гроша, постоянно летает чартерными рейсами. На этот раз парламентарий арендовал борт, чтобы посетить Швейцарию и Израиль. Такая информация появилась на одном из интернет-порталов. Сколько тратит бедный депутат и отражает ли свои расходы декларации? Об этом далее в материале. 12 февраля в 16.10 из киевского аэропорта Жуляны вылетел вот этот джет с бортовым номером в АЮПЗМ. Спустя два часа самолет приземлился в Женеве. На борту семь пассажиров. Среди них Вадим Рабинович с супругой. Эту информацию обнародовали журналисты интернет-портала «Страна.ioa». Мы решили проверить, действительно ли парламентарий летал за границу, воспользовался чартерными услугами и откуда деньги на такую роскошь. Дорогие друзья, на мои деньги мы бы даже нормально выпить с вами не могли. Сожалею, но я не участвовал в этих вот всех крупных бизнесах. Из открытых реестров мы выяснили, борт с номером в АЮПЗМ принадлежит сербской компании «Эйрпинг». 12 февраля джет действительно осуществил рейсы с Киева в Женеву. Информация о пассажирах строго засекречена. Но из своих источников мы узнали, Рабинович действительно в этот день летал в Швейцарию, а затем в Израиль. В конце концов, в Киев прилетел из Ниццы около двух часов дня, но уже румынским чартером. Бортовой номер «ВАЙРТВА». Он паспорта то ли перепутал, но вылетал по украинскому, а вернулся по израильскому. Также журналисты сообщают, что один перелет на таком джете стоит от 17 до 19 тысяч евро или более 650 тысяч гривен. Судя по посещенным странам, Рабинович осуществил минимум 4 рейса. За чей счет банкет парламентарий отмалчивается. В его декларации крупных сумм нет, но ни разу он заявлял, что в бизнесе интересов не имеет, и сам он давно на мели. Мы надеемся, что после выхода этого материала Рабинович внесет в декларацию информацию о всех чартерных перелетах и сколько денег на рейсы было потрачено. А также впишет расходы на вот этот роскошный особняк в самом центре столицы и объяснит, откуда берет ежемесячно более 400 тысяч гривен на аренду виллы в элитном районе под Киевом, в которой бывает максимум один день в неделю. На роскошное зажиття Рабиновича непосредством неоднократно обращали внимание парламентарии. Обращались и в НАБУ с требованием проверить его декларацию и наличие двойного гражданства. По информации журналистов, израильский паспорт и второе имя Давид Рабинович получил еще в 1994-м. Видимо, поэтому Давид Вадим Рабинович не боится и плюет на законы украинцев, потому что уверен, что всегда сможет убежать на свою вторую родину. Законы об антикоррупционном суде Украина должна принять немедленно. Об этом заявил представитель МВФ Украине Йоста Люнгман по итогам визита в Киев технической миссии, сообщили в пресс-службе МВФ. Фонд призывает украинские власти провести голосование в парламенте за этот документ безотлагательно и при этом учесть все поправки, чтобы закон полностью соответствовал условиям программы финансирования и указанным в ней обязательством Киева. В Карькове начали рассматривать дело о смертельном ДТП на Сумской. По сути, подсудимая, напомню, Елена Зайцева, которая была за рулем Лексуса, и Геннадий Дронов, водитель Туарега. Чего требуют пострадавшие и чем закончилось сегодняшнее заседание, знает Светлана Шекера. Пострадавшая в ДТП Жанна Власенко пробирается по залу суда. После аварии девушка, тогда еще беременная, провела три недели в коме. Врачам удалось спасти и ее, и ребенка. В конце января Жанна родила девочку. И сейчас вспоминать о том, что пережила, не хочет. Вы не будете сегодня на заседании? Немножко посижу. Слезы на глазах и у Людмилы Васильевны. В аварии погибли ее дочь и внучка, Алла и Анастасия Сокол. Какой ценой можно искупить? И каким сроком? Смерть от моих погибших. Понимаете, нет такого и срока, и денежного. Боль, одна боль. Юрию неудачену только недавно сняли шину с ноги. Парень сам из Крыма, был водителем, занимался спортом. Теперь ни работать, ни заниматься единоборствами не может. Врачи не говорят, буду я ходить, не буду. Поэтому, знаете, какие-то, раньше планы на жизнь были, какие-то цели, как бы спортом занимался. Сейчас не знаем даже, что делать. Родственники погибших будут заявлять в суде иски о моральной компенсации. Мы в гражданском иске указали, это миллион гривен, но для нас это как обозначение их вины. Мы хотим, конечно, строгого для них наказания. Самого высокого, которое дает и достать я. Очень тяжело здесь находиться и видеть лица. Такие хладнокровные, можно сказать, и спокойные. Виновники аварии Елена Зайцева и Геннадий Дронов общаться не желают. Я хочу удержаться от комментариев, извините. Тут я родичи постраждалых, можно, вы хотите что-то сказать им, и сами постраждали. Обвинительный акт прокурор сегодня так и не зачитал. Пострадавшая в ДТП Анна Камар из Кременчуга не может ездить в Харьков на заседание, поэтому попросила организовать видеоконференцию из зала суда в Кременчуге. Следующее заседание назначено на 27 февраля. Напомню, вечером 18 октября «Лексус», за рулем которого была студентка Зайцева, на большой скорости влетел в толпу людей, стоявших на тротуаре. Пролетая перегресток уже на красный, машина столкнулась с «Фольксвагеном», который начал движение на запрещающий сигнал. Пять человек погибли на месте, одна девушка умерла в больнице. Еще шестеро получили травмы. Светлана Шикер, Александр Яновский. Подробности телеканал «Интер Харьков». Под Киевом банда пыталась ограбить автозаправку. КЗС в поселке Иванков злоумышленники подъехали на автомобиле с евро-номерами около шести утра. Постучали в окошко диспетчеру и, угрожая гранатой, потребовали отдать выручку. Но дежурный нажал тревожную кнопку. Это вспугнуло нападавших, и они уехали. По горячим следам патрульным удалось разыскать машину подозреваемых. Она стояла в соседнем селе у местного бара. Там полицейские и задержали троих мужчин. Все они оказались жителями Киевской области в возрасте от 23 до 26 лет. Гранату изъяли. Нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы. Убийство в зоне АТО. Один из украинских военных подстрелил сослуживцем. Тот скончался в больнице. В штабе заявляют, что виной всему неосторожное обращение с оружием. А в военной прокуратуре считают, что стрелявший был пьян. Еще один боец погиб в результате вражеского обстрела. Четверо ранены. С начала суток боевики открывали огонь уже девять раз. Били по всей линии фронта. Продолжит наш военкор. Ирина Баглай. Столько вражеских мин разорвалось во дворе и вокруг дома Любови Александровны всего за несколько часов. Для тех, кто живет по улице Мира в Луганском, это далеко не первый обстрел боевиков. Третий год люди только и успевают отстраиваться. Вот это угол сарая выбитый, крыша побита была. Вот тут собачья будка, там была же на городе. Поэтому уже наученные только слышат разрыв сразу в укрытие. В подвале была, где я была. Всегда было, всякие сидели, часа два, три сидели. С пенсией чуть больше тысячи гривен. Для семьи одно спасение, кормилица корова. Вот только ее во время вражеских обстрелов в подвале не укроешь. Приход был с той стороны, это со стороны Дебальцева. Мы можем это видеть по насыпи земли. 120 миллиметров калибр, два кучных прихода. Это украинские позиции перед селом. По характеру разрывов наши солдаты четко определяют. Российские наемники били прицельно, зная, куда целятся. Начали с традиционной стрелкового оружия. Из пулемета крупных. Начали, ну, они, видно, в позиции выпаливали, где какие, боем проверяли. Начали ответку давать и полетели минометы работать. Главное, быстро их успокоить. Если молчать, то, то есть они будут кошмарить, кошмарить, кошмарить. Чтобы прекратить вражеский обстрел, нашим бойцам под плотным минометным огнем приходится выявлять огневые точки боевиков. Постоянно меняются позиции, потому что с одной точки сразу начинает в ответ работать наша артиллерия, ищут, откуда бьет их артиллерия, то есть накрывают их сразу в ответ. В то же время, под пристальным вниманием и тропы, ведущие к нашим позициям. Рвы и балки – удобная местность для подхода штурмовиков противника. Вот и этой ночью наши военные зафиксировали две разведгруппы противника. Две группы по… Одна группа – три человека, другая группа – два человека. Работали где-то обычно под утро. Все люди, естественно, техника в основном. Не умолкает артиллерия боевиков и днем на Светлодарской дуге. По соседней позиции час они били из минометов. Ирина Баглая, Андрей Костюк, Сергей Байдало из Донецкой области. Подробности – телеканал «Интер». Киев будет отстаивать свои морские права в Гааге. Украина подала международный арбитраж иск о нарушении России и Конвенции ООН. Соответствующие распоряжения подписал президент Петр Порошенко. Речь идет о нарушении России суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях и Керченском проливе в связи с аннексией Крыма. По словам главы государства, доказательства в течение трех лет собирали лучшие украинские и международные эксперты. Интересы Украины будет представлять замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Против России могут ввести дополнительные санкции. Об этом сообщил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в интервью каналу CBS. По его словам, американские власти уже пошли на некоторые шаги, чтобы предотвратить ряд российских военных поставок, а новые ограничения могут коснуться конкретных людей, кого именно Тиллерсон не уточнил. Звездные войны. Один из пунктов доклада директора национальной разведки США сейчас активно обсуждают в прессе. В нем говорится, Россия и Китай создают оружие, способное вывести из строя американские спутники. Чем это грозит, выяснял Дмитрий Анопченко. В небе над землей скоро пробки будут, словно на автомагистралях. По официальной статистике, на орбите планеты уже четыре с половиной тысячи искусственных объектов. Две трети из них металлолом, устаревшее военное оборудование и его обломки, но остальное действующие спутники для связи, наблюдения или навигации. Технологии шагнули так далеко, что если 60 лет назад, в октябре 57-го, запуск Советским Союзом первого спутника стал событием для всего мира и потребовал ресурсы всей огромной страны, то теперь и государства, и частные компании способны посылать в космос что захотят. За сравнительно небольшие деньги, до 100 миллионов долларов. Прибываем. Точка назначения будет справа. Включая навигатор в машине или в мобильном телефоне мы с вами уже и не задумываемся, насколько удобнее стала жизнь и насколько все мы зависим от этих технологий, зависим от спутников. Доклад директора американской военной разведки, передан на днях конгрессменам и попавших в прессу, заставил теперь об этом вспомнить. Согласно ему, и Москва, и Пекин готовят оружие, способное выводить чужие спутники из строя. В документе прогнозируют, такой арсенал может уже в ближайшие годы появиться. Совсем как в фантастических фильмах, мощный электромагнитный импульс с земли способен будет разрушить оборудование на спутнике или вообще ослепить его, вывести из строя. И если это произойдет на земле, начнется паника, ведь на огромном участке территории или связь и интернет пропадут, или, что еще хуже, сигнал GPS не будет работать. А его давно уже не только для поиска объектов в незнакомых местах используют, но и во всех других сферах, в том числе и в банковской. Американская разведка утверждает, и Китай, и Россия уже сейчас создают свои противоспутниковые подразделения и призывают правительство Соединенных Штатов тоже это сделать. А еще настоятельно рекомендует защищать все, что США собираются отправить или уже отправили в космос, для того, чтобы в случае любого конфликта никто не мог начать звездные войны и парализовать американские спутники. А о том, что такая угроза реально, говорит хотя бы один факт. Весь мир сейчас пользуется GPS, простой и понятной американской системой, созданной военными и бесплатно переданной гражданским, но ей постоянно ищут альтернативу. Россия свой ГЛОНАСС создает, один за другим, посылая навигационные спутники на орбиту. Китай уже запустил первые составляющие своей системы, Бэйду, Большая Медведица. Евросоюз разрабатывает свою альтернативную всем остальным систему, Галилео. И даже военные США, по слухам, альтернативу своей же GPS разработали. Исключительно для собственного использования, если вдруг противник навигацию парализует. И это угроза, которая оказалась призрачной и гипотетической, но лишь до момента, пока разведка США не опубликовала сейчас свой доклад. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Операция «Приемник», вернее, «Приемница» Ангела Меркель выдвинула в генеральной секретаре ХДС свою ближайшую соратницу. Кого? И готовит ли канцлер себе замену? Татьяна Лагунова продолжит. За пределами Германии Аннегрет Крамп Каренбауэр мало кто знает, но немецкие политологи уже давно называли ее и министра обороны Урсулу фон дер Ляйн возможными преемницами Ангелы Меркель. На посту лидера Христианско-демократического союза, который в будущем будет бороться из-за кресла канцлера. И, похоже, Ангела Меркель сделала ставки. Аннегрет Крамп Каренбауэр переезжает в Берлин. Премьер-министр земли Саар теперь будет работать в столице. Ангела Меркель предложила ее кандидатуру на должность генерального секретаря ХДС. Кстати, именно с этого кресла в свое время сама Меркель пересела на трон лидера партии. Утвердить кандидатуру Крамп Каренбауэр еще должны на съезде партии, который состоится через неделю. Но христианские демократы даже не скрывают. Это чистая формальность. Я довольна этим выбором. Я не уверен, известно ли уже вам это имя, но если да, то это прекрасный выбор. Аннегрет Крамп Каренбауэр 55. В последние годы она руководила землей Саар и считалась ближайшей соратницей Ангелы Меркель. В партии ее ценят за спокойный характер и аналитический склад ума. А журналисты уже прямо спросили у Меркель, так что, преемница? Задавать вопросы на три шага вперед это ваше привилегие. У нас сейчас много других дел. Большой минус Крамп Каренбауэр это то, что она не так узнаваема и популярна, как политики первого эшелона. Но до следующих выборов ситуацию легко исправить. Татьяна Луганова, Геннадий Аникеенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Это подробности и вот о чем мы расскажем во второй части программы. Фуры стоп! Третий день Россия не пропускает грузовики на границе с Харьковской областью. Почему и что делать водителям? Тайна десятилетия. В Британии состоялся суд над бывшим тренером футбольной команды по обвинению в педофилии. Какой вердикт? Могильник посреди поля. В Черновицкой области селяне обнаружили захоронение, в котором находились тысячи свинных туш. Люди боятся, что скот мог быть заражен африканской чумой. Все выясняла Ольга Паламарюк. Неизвестные грузовики жители села Луковица увидели в эти выходные. Прямо посреди поля кто-то вырыл огромную яму и в торопях засыпал какой-то груз. Селяне узнали, это из местной фермы свой за туши мертвых свиней и стали могильник раскапывать. В захоронении было как минимум тысяча свинных туш, рассказывают жители. Данный участок земли они сделали незаконный скотомогильник. Отповедных документов никто не представлял. Если логично рассудить, такая масса свиней за один день просто так не падает. Образцы биоматериал отправили на экспертизу, ведь в соседнем селе Маладии на прошлой неделе обнаружили африканскую чуму свиней. Но результаты показали, здесь вируса нет. Люди уверены, документы подделали. Вы мне скажите, как можно за два дня, за две сутки с Киева дать ответ? Такого невозможно. Это просто все брехня. Понимаете? Нет, даже не бедней. Такого не может быть. Это поддельный документ для того, чтобы просто людей успокоить. Сегодня жители села пришли пикетировать ферму, требуют объяснений. К людям выходит охранник. Чему у нас нема? У нас просто производятся ветеринарные санитарные мероприятия внутреннего характера. А где ваше керевництво? Одну секундочку. Я неволен знать, где мое керевництво, оно передо мной не отчитывается. Пока люди ждут руководителей, в соседнем селе тоже выходят на пикет. В Маморнице еще одна ферма этого же предпринимателя. И именно сюда привезли откопанные туши. Одна филия виноватит другу. И они не знают, где это свинь. Уже третий день, а туши находятся в машинах. Они уже есть сочетками этих инфекций, самых страшных, которые есть для нас, для людей. Люди рассказывают, нечистоты предприятия попадают в колодцы, а из-за химических удобрений жители часто болеют. В сельсовете пообещали, фермера будут выселять. Делом уже заинтересовались в полиции, назначили необходимые экспертизы, но местных жителей это не успокоило. Продолжают дежурить возле ферм. Если предприятия не закроют, грозятся перекрыть трассу. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности, телеканал Интер, Черновицкая область. Три дня на границе. Очередь из фур на пропускном пункте Гоптовка в Харьковской области растет. Водители сообщают, со стороны России не работает система осмотра грузовиков. А сегодня такая же проблема возникла в Сумской области. Все детали выясняли наши корреспонденты. Дальнобойщик Андрей везет в Москву палатки. Пункт пропуска Гоптовка приехал еще в субботу и застрял. Пока Россию не пускают, не работает рентген. За три дня на границе выстроилась длиннющая очередь из фур. Условий никаких. Вот водители обустраиваются прямо на обочине. Здесь готовят еду, спят в кабинах. Сроки у всех, конечно, сроки доставки. Ну, как доставки, доставка до границы. Просто, что грузополучатель ждет, грузоотправитель отправил. Ну, естественно, мы, перевозчик, страдаем от этого. Мы же стоим за это, деньги не получаем. Одни не выдерживают и разворачиваются, другие ждут до последнего. Так что соляра горит? Вот что? Проблема. Что произошло на российской стороне в пункте пропуска Нехотеевка и почему больше груза не пускают, пограничники России официально не объясняют. Из информации от подорожающих с российской стороны стало известно, что пропускные операции вантажных автомобилей не действуются из-за выхода из строя прилады для вантажных автомобилей Рапискан. Это обладание рентгенового установки, которое действует поглубленный вантаж транспортных средств. Стоят машины еще на одном пункте пропуска с Россией. В Бачевске в Сумской области выстроилось около 60 грузовиков. Единственное, что могут сделать украинские пограничники, советуют водителям объезжать Бачевск и Гоптовку. Впрочем, после обеда стало известно, что вышедшее из строя оборудование для досмотра грузов отремонтировали и российские пограничники начали оформлять фуры. Анастасия Старовой, Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности телеканал Интер Харьковской области. Привлекать в страну инвесторов будут открыто. Об этом сообщил премьер Владимир Гройсман. По его словам, активная работа с потенциальными вкладчиками в госсектор стартует уже в этом году. Процесс будет полностью прозрачным и перезагрузка коснется многих устаревших предприятий. Наше завдание сегодня используя новую закону, который в полный парламент открытые возможности для прихода инвестиций в государственные компании для того, чтобы там были створены рабочие места. Мы имели экономический рейс, нормальную зарплату, нормальное выработание и эффективное управление государственными. Самое главное, чтобы весь процесс залучения инвестиций в государственные компании был прозорным, зрозумимым, всех и конкурентным. Парламент на следующей неделе в первую очередь должен рассмотреть постановление о повышении пенсии силовикам. Об этом сегодня во время встречи с представителями пенсионных организаций заявил глава фракции оппозиционный блок. Юрий Бойко отметил, что за принятие такого постановления подписались 200 депутатов. В свою очередь пенсионеры решили 27 февраля выйти на митинг. Напомню, чтобы повысить пенсии бывшим силовикам, по словам Владимира Гойсмана, нужно 40 миллиардов гривен, но их в бюджете нет. В ОПО-блоке считают, что найти деньги вполне реально. Первое, это уменьшение финансирования действующих силовых структур, которые получили в сравнении с прошлым годом на 23 миллиарда больше. А второе, уменьшение тарифов. Сразу увеличиваются 28 миллиардов гривен субсидий, которые можно направить на подняте пенсии военных пенсионерам. Как раз сумма, которая нужна для решения этого вопроса. То есть, страна такие возможности мая. Главное, чтобы уряд выполнился. Требования очень простые. Это, в первую очередь, так как военные вышли первые на улицу и потребовали решить вопрос пенсии военных пенсионеров. Второй вопрос, это, конечно, пересмотр комплексного пенсионного обеспечения. Потому что то, что они людям добавили по 50, по 100, по 200 гривен, сегодня не решило абсолютно вопроса. В Киеве почтили память героев небесной сотни. Евромайдановцы и родственники погибших организовали флешмоб, я помню. Около сотни активистов выстроились в живую цепь вдоль аллеи героев небесной сотни и скандировали славу Украине. А также воссоздали события 20 февраля. После возложили цветы к портретам героев. И мы бы очень хотели, чтобы не забывали и другие. Потому что люди, которые погибли, они погибли не за то, чтобы одновременно Украина изменилась. За то, чтобы у нас появилась возможность изменить Коррину. Но это мы должны сделать. Украина оказалась в тройке лидеров среди европейских стран по заболеваемости корью. Первое и второе места заняли Румыния и Италия. По данным Всемирной Организации Здравоохранения за год количество случаев кори по всей Европе увеличилось на 400%. Заболели более 20 тысяч человек, 35 из них умерли. Медики предупреждают, вспышки будут продолжаться, пока все дети и взрослые не сделают прививки. Но в Украине вакцина от кори заканчивается. В госклиниках она на исходе, а в частных ее вообще нет. Новую партию обещают только весной. Напомню, в Украине с начала этого года корью заболели более 4 тысяч человек, умерли трое детей и двое взрослых. Скандал в одной из школ Днепра. Дети буквально затравили ученика пятого класса. Сейчас мальчик не ходит на занятия, с ним работают психологи, чиновники начали внутреннее расследование. Почему учителя допустили издевательство над ребенком и понесут ли наказание, выясняла Елена Миндалюк. Ссоры с одноклассниками у Сергея начались еще несколько месяцев назад, рассказывает мама. Сверстники постоянно издевались над парнем и она просила перевести его в другой класс, но лучше не стало. Ребенок позвонил мне по телефону и с надрывом в голосе плакал и кричал мамочка родная забери меня пожалуйста с этой школы. Я говорю что произошло? Дети собрали петицию и во время перемены тыкали мне ее в нос и говорили мы собрали петицию подписали и теперь тебя точно выгонят с класса. В семье пятеро детей в Днепр переехали из Терезы в 2014 Сергей и один из братьев учатся в 52 школе Сережа в 5 лет перенес инсульт с тех пор мама старается защитить его от нервных потрясений но когда обратилась к учителю с просьбой оградить сына от издевательств та ответила работать с вашим ребенком очень сложно забирайте документы и уходите историю с петицией женщина описала в фейсбуке после чего в школу пришли представители полиции читать лекцию В школе виновным во всем считает только Сергей классный руководитель даже завела для него индивидуальный дневник поведения сейчас учительница на больничном по телефону рассказала шум подняли напрасно это мелкие проблемы не решаются все внутри класса там ничего не было какого-то серьезного я считаю потому что часто дети друг на друга жалуются потом милятся я его не дам в обиду от всех извините 28 человек один ребенок обидеть в априори не может разбираются в том что произошло в 52 школе и чиновники директора уже уволили порушение это и педагогической этики и посадовых обвязков и створение конфликтной ситуации там еще нужно указать что психолог не работал история Сергея не единственная травля учеников одноклассниками в последнее время участилась в прошлом году только в Днепре зафиксировали 9 случаев Елена Мадалюк Евгений Конецов подробности телеканал Интер Днепр 31 год за решеткой в Ливерпуле закончился суд над бывшим детским футбольным тренером Барри Беннелла во время оглашения приговора судья назвал его воплощением дьявола почему Светлана Черницкая из Лондона Барри Беннелл был одним из самых профессиональных и харизматичных детских футбольных тренеров 80-х ему действительно удавалось открывать таланты Беннелл тренировал мальчиков проводил футбольные уикенды и организовывал лагеря часто приглашал детей на ночевку к себе жертвы называли дом Беннелла раем для парней там были игровые автоматы футбольный инвентарь на любой вкус еда из ресторанов и даже экзотические звери и именно там произошло большинство случаев насилия а еще в машине раздевалках и даже на футбольном поле 12 теперь уже взрослых мужчин обвиняют Беннелла в домогательствах уверяют пострадавших гораздо больше но не всем хватает смелости рассказать о произошедшем я не думал что когда-нибудь расскажу об этом но сейчас чувствую будто годами носил на плечах 100 тонн и вот этот груз свалился я уверен во многих клубах подозревали о происходящем но покрывали Беннелла их интересовало одно супертренеры а не то что эти люди потеряли доверие детей сейчас Беннеллу 64 года он болен раками утверждает что имеет проблемы с памятью из-за болезни ни малейшего сожаления не выражает это уже не первый суд для футбольного тренера в 95-м Соединенных Штатах его признали виновным в растлении малолетнего мальчика а после экстрадиции в Великобританию осудили еще дважды по разным оценкам количество жертв Беннелла может перевалить за две сотни и тут уже вопросы к футбольным клубам на которые работал тренер Манчестер Сити Ньюкассел и Кру Александра в бездействии обвиняют и футбольную ассоциацию ведь насилие над малолетними мальчиками продолжалось целое десятилетие Светлана Чернецкая Валентин Белич подробности Британское бюро телеканала Интер Какую победу празднуют саудовские женщины и как американский президент едва не лишился ядерного чемоданчика об этом и не только в нашем обзоре Небывалая свобода женщинам в Саудовской Аравии разрешили открывать свой бизнес без согласия мужа или родственника Ранее желающим стать бизнесвумен необходимо было предоставить письменное согласие опекунам мужчины В последнее время власти Саудовской Аравии пытаются активнее вовлекать женщин в жизнь общества им разрешили получать права и водить машину ходить на стадионы и работать следователями Ошибочка вышла Секретная служба США отбила у китайской ядерный чемоданчик Дональда Трампа Пресса пишет об инциденте который случился три месяца назад во время визита главы Белого дома в Пекин Сотрудник китайской службы безопасности заблокировал вход в дом народных собраний военному помощнику Трампа который нес ядерный чемоданчик Завязалась потасовка китайца повалили на пол Инцидент тут же уладили китайская сторона извинилась за непонимание Австралийцы хотят отставки скандального вице-премьера По данным последнего опроса СМИ 65% респондентов за уход Барнаби Джойса которого улечили в интимных связях с 33-летней бывшей подчиненной Джойс признал что женщина ждет от него ребенка Эти отношения разрушили его официальный брак и могут стоить карьеры Пока что Джойс отсиживается в отпуске Когда родственники по всему миру американка родившаяся от донора спермы отыскала 40 своих братьев и сестер На поиски ушло 5 лет Киане Ароя выяснила что ее братья и сестры живут в США и Канаде Австралии и Новой Зеландии 30 из них уже пожелали устроить встречу Киане виделась со своим биологическим отцом которого называют крутым парнем Клин клином выбивают В китайской провинции Хубей неправильно припаркованную машину подняли на крышу дома Наказание для провинившегося водителя придумали работники автобусного парка где водитель небрежно оставил свою легковушку Весна скоро На Даунинг-стрит в эти выходные подрались правительственные коты Клочки шерсти летели во все стороны когда кот Ларри из канцелярии премьера сошелся в бою с Палмерсоном из британского МИДа Победил министерский мышелов содрав с Ларри именной ошейник Больше новостей как всегда на нашем сайте подробности А в прямом эфире увидимся уже завтра Я желаю вам хорошего вечера и до встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова